Привет, друзья! Наши сегодняшние вечерние посиделки посвящены полноразмерным наушникам компании Venture Electronics, которая до сего времени славилась в основном своими разнообразными вкладышами, некоторые из которых даже за сущие копейки не то что удивляли, нет, конечно, а просто влюбляли в себя с первых нот своими комфортными, воздушными, и, как еще многие говорят, обволакивающими тембрами, или своим фирменным, как его именует сама компания, домашним саундом. Но тут, видимо, перебрав уже на Алиэкспресс, абсолютно все мелкие драйверы решили поискать истину в более крупных динамических излучателях. С упаковкой и комплектом, да и с ценой, как обычно, сильно заморачиваться не стали, стоят они на Алиэкспресс и на сайте компании 50 долларов без учета доставки, и выпустили, не побоюсь этого слова, настоящий бюджетный хит, громкое имя которому Pro Supernova. А Pro Supernova это новые бюджетные полноразмерные наушники компании, у которых за звук отвечают 50-миллиметровые динамические излучатели. Импеданс у них 32 Ом, а чувствительность 103 дБ. В очень простой черной коробке мы найдем очень простой или скромный комплект, который включает в себя сами наушники пару тканевых амбушюр и пару амбушюр из кожзама. Два кабеля, один оранжевый прямой, второй черный с завитушками и переходник на 6,3 с резьбой. Сами наушники имеют классическую для этого 4-фактора конструкцию и совершенно не вычурный, даже очень скромный внешний вид. Чашки изготовлены из дешевого матового пластика и крепятся на поворотных шарнирах, которые им позволяют отклоняться или поворачиваться относительно своей оси в разные стороны совсем под небольшим углом. Разъем для подключения кабеля у наушников только один, и находится он снизу левой чашки. Оголовье у них металлическое, а вспомогательный обод изготовлен из эластичной эко-кожи. Сидят наушники на моей собственной голове, шикарно. Я особенно обращаю ваше внимание, ребята, с амбушюрами из кожзама. Они а. охватывают уши полностью, естественно, на них не давят, б. обеспечивают лучшую закрытость и изоляцию, и в. немного добавляет глубины нижнему диапазону. И на самом деле, друзья, черт с ним, с этим непремиальным внешним видом, в случае с Супернова, мне на него, признаюсь, абсолютно плевать, потому что главное, это их звук удался настолько, что у меня попросту нет времени и желания обращать внимание на их премиальный, заурядный внешний вид. А ему, я сегодня, считаю, так, уделило уже слишком много времени. Поэтому давайте я лучше расскажу вам о звучании Супернова. И если бы, друзья, когда-то мечтали о домашних полноразмерных наушниках, которые бы стоили недорого, играли бы, как говорится, от любой дырки, сильно не утомляли, были бы с детальками, а по вечерам дарили бы еще вам душевный уют, то вот Супернова – это точно ваш выбор. Они совершенно неупрямые, для справки, нормально дружат с маленькими, но хорошими свистками. Конечно, от стационарных источников звучат. Они раскрываются гораздо круче и лучше. Это понятно, как ясный день. Но главное-главное всегда обладает очень обаятельным, естественным звучанием, что в случае Супернова совершенно не ведет к потере детализации или к скрадыванию каких-то мелких деталей. Обольщаться, конечно, не стоит. Наушники не звучат как топы, и никого из них не рвут. Но если быть откровенным, не бледнеет и сильно не робеет на фоне лакированных и более импозантных моделей, да, конечно, между ними будет разница в детализации, в проработке деталей, но она будет, наверное, не доминирующей. А самое главное, за что я ценю и люблю Супернова, так это за то, что звук они отдают вам без слишком явной, так называемой, цифры и без искусственного подчеркивания микроконтраста. Их совершенно не важно, свожу ли я у них звук, или просто слушаю музыку. Я, ребята, от них совершенно не устаю ни физически, ни морально. По характеру это очень аккуратная и плавная вышка, звучание, которое все-таки немного расходится с заводским графиком. На мой слух, верхние частоты, в отличие от этого графика, у наушников приподняты все-таки немного сильнее. Ну а низкие частоты с тканевыми амбушюрами ощущаются более нейтральными, слегка подсушенными и более быстрыми, а с амбушюрами из кожзама совсем немного более глубокими и массивными. Но в любом случае они обладают неплохим для своего бюджета разделением, неплохим по весу основным телом и достаточно четким панчем. Примеров сегодня не будет, но поверьте мне, ребята, на слово эти наушники не только хорошо подчеркивают основную басовую линию какой-то композиции, и не просто примитивно гудят и лупят, но еще стараются быть точными при передаче тембров, инструментов, и еще не скупятся на передачу текстур. То есть низкие частоты все-таки имеют харизму и неплохую фактурность. Средние частоты при немного фирменном тепловатом тембре отличаются хорошей детализацией, неплохим общим простором и удивительно четкими образами, что мне особенно очень нравится, несмотря на закрытую конструкцию, у Supernova совершенно не возникает ощущение зажатости или тесноты, а наоборот создается иллюзия какого-то объемного пространства с хорошо обозначенными и с хорошо разнесенными трехмерными планами. Кстати, небольшое усиление на верхних и средних частотах здесь присутствует, но, на мой взгляд, ребята, оно только лишь подчеркивает четкость и частоту каких-то высоких тонов и точно сильно не портит общую картину какой-то крикливости или сильной резью. Я активно протестировал их профпригодность в нескольких не сильно жестких металлических жанрах, и тем, как они с ними справились, остался полностью доволен. Я говорю сейчас, естественно, о хорошо записанном Heavy, Doom и Trash Metal. Верхние частоты определенно имеют яркий характер, но, опять же, говорю сейчас, только за себя практически всегда воспринимаются мной гладкими и не слишком утомляющими. Я в них, ребята, однозначно не слышу никакого мусора для того, чтобы сильно коробило бы мои уши или заставляло бы их вянуть. И еще, кстати, это не просто какие-то урезанные, обрубленные, динамические верхние частоты, а диапазон, который старается четко выводить не только крупную основу и тело инструментов, но и пытается еще достаточно правдиво передавать их настрой и характер. Если, например, подсунуть этим наушникам какой-нибудь сложный инструментальный тестовый трек, состоящий из одних перкуссий, то даже на громкости выше средней они держатся вполне достойно. Причем и на пике пытаются еще контролировать чистоту и порядок, что, мне кажется, говорит о неплохих переходных характеристиках этих излучателей. Но одновременно нужно понимать, что в слишком быстрой и грязной музыке подобную проверку на чистоту, на чистоплотность эти наушники уже, конечно, не пройдут. Сравнить эти наушники я могу лов в лоб со своими старыми и очень старыми друзьями Superlux HD668B и теперь уже по памяти с более дорогими SIF-GSV021. Superlux по сравнению с Supernova более тугие и, конечно, лучше раскрываются с более мощными источниками. На низких частотах они звучат более сухо и нейтрально. Макачки у них в этом диапазоне меньше. Средние не имеют такой прозрачности и глубины, как у Supernova. Подчеркивания эмоций в этом диапазоне у них почти нет, а верхним частотам немного не хватает прозрачности. То есть эти звучат более мониторные, без окраса. Но Supernova в сравнении с ними звучит более веселее и попсовее. А вот SIF-GSV021, невзирая на заметную разницу в цене, общего характера звука у них, мне кажется, гораздо больше. Те также совсем немного акцентируют края и не обделены эмоциями, но обладают немного более такими холодными тембрами. И в этом, мне кажется, и заключается основное отличие между ними. А вот насчет разрешений и технических возможностей, снова по памяти, конечно, уже никак не могу утверждать, что SIF-G имеет какой-то более высокий уровень или сильный перевес в этом плане. Сейчас мне уже даже кажется, что наши недорогие наушники имеют лучшую проработку текстур и лучшую глубину на низких частотах. Но, опять же, могу ошибаться, потому что сравниваю по памяти. Так что, друзья, Супернов встречать нужно точно не по одежке, а по звуку, которым у Венчи Электронис во главе с Диким Ли, я считаю, в очередной раз получилось порадовать своих поклонников. Ну и благодаря их стараниям, мои уставшие, мои сильно уставшие, Суперлюкс, которые трудились над звуком моих обзоров несколько лет подряд, теперь, наконец, пойдут на заслуженный отдых, пусть немного повисят на гвоздики рядом с моими старыми коньками. Однако, сведение звука – это только очень малая доля. Гораздо чаще, конечно, я в них слушаю музыку, а они, напомню, в состоянии справиться с большим количеством разнообразных жанров. Так что, друзья, опять же, с оглядкой на стоимость Супернова и с оглядкой на мое субъективное мнение, считаю их вполне удачным и выгодным приобретением для домашнего прослушивания фанатеки, для просмотра фильмов и просто для отдыха. Ну а совсем немного позже я познакомлю вас еще с одним новым, и весьма интересным продуктом от этой компании. А пока попрошу подписаться вас на наш канал, на наши социальные сети и обязательно заглянуть в нашу богатую барахолку и наш общительный чат в Telegram. Все ссылки, включая ссылку на текстовый обзор этих наушников, над которыми наш Андрей потрудился, по-моему, еще в сентябре, оставлю под роликом для того, чтобы вы могли сравнить его впечатления о Pro Супернова с моими. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok